В общем, всем привет! Меня зовут Сергей. Меня, в общем, пси-серрор на СИК уже с 2016 года, на протяжении уже больше чем трёх лет. Псиопед, пси-серрор самый настоящий. Значит, что происходит? Я себе отметил, записал, буду. Я не знаю, если честно, просто с чего начинать и что говорить, и как это вспомню за три года. Мне немножко затирает память, потому что у меня каждый день, и он как день сурка, и каждое утро, когда я просыпаюсь, я не могу почти ничего вспомнить, что было вчера. Значит, происходит всё следующим образом. Я в 2016 году, 2015 по 2016 познакомился с девушкой, был с ней, и в момент, когда я был с ней, значит, вот я понял и ощутил на себе, и узнал, что меня начали псиопед с пси-серророй. Или как её там правильно назвать. Значит, а суть в том, что когда я с ней поругался, когда мы с ней поссорились, есть внутренний голос, когда говоришь про себя. То есть я разговаривал про себя, смотрел телевизор и понял, что мой голос немного по-другому как-то звучит, или как-то по-другому себя выдаёт, когда думаешь, мыслишь и всё такое. И вот когда я это прочухал, спалил эту штуку, вот после этого у меня стали жёстко, кстати, псиопить. А псиопили каким образом? Значит, у меня в голосах сначала в левом, потом в правом ухе появилось как бы две девушки. Но я понял так, как это просто, я потом объясню, почему две девушки и как они всё это делают. Это видео будет немножко не про то, что я буду ныть, как меня там сводят с ума, как меня там доводят и всё такое. Это видео будет про то, что я немного знаю, и у меня пси-серрор. Я просто смотрел в ютубе, в интернете про других людей, как у них всё это происходит, за что их сводят с ума, почему, как там и всё такое. Я даже, может, у меня есть причины, по которой я со мной это делаю, то есть я тоже это немного знаю. Но это всё я расскажу в этом ролике, мы посмотрим и будете думать уже сами. То есть у меня, я считаю, по сравнению с другими, немного необычный вид психотерроризма или псиопов, или что это такое, я не знаю, как это назвать. Но, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, это мучительно. Значит, когда я узнал про чухол, мне стали две девушки говорить в ушах всякий бред. То есть и на что бы я ни смотрел, они начинали это всё озвучивать. То есть каждую мою мысль, каждое моё действие они озвучивали и тем самым начали меня сводить с ума. Значит, что произошло? Сейчас посмотрю. Ну, во время, например, занятия отношениями, ну, любовью с девушкой, они мне начинали говорить всякие гадости, имена всякие. И, например, мои знакомых наушники, то есть сбивали с мыслей и всё такое. Ну, ладно, эта тема немножко отдельная. Значит, после 2016 года я с девушкой расстался, встретил другую девушку. И фишка в том, когда я был с ней на протяжении полтора года, как бы всё было потише гораздо и в голове. Но фишка в том, не знаю, было ли у кого-нибудь, сталкивался, но вы должны знать, это у всех, кто не связан, а кто сталкивался вот с этими проблемами, связанные с психотерроризмом, что всё просто у меня говорит. Ну, это не значит, что... Я тоже подумал, может, у меня что-то плохо, там, какая-то болезнь или что-то началось, но нет. Как сейчас, уже спустя три года, оказалось, что это просто полнейшая жесть, что происходит. Значит, люди, которые... Даже не люди, а, например, в телевизорах, все, кто говорят, все в музыке, их переозвучивают, все терроры, всех операторы. Но я не могу понять это, вот я до сих пор пытаюсь выяснить у них, то есть я с ними разговариваю, веду диалоги, веду беседы, как бы нормально иногда разговариваю, иногда ненормально разговариваю. То есть приходится жёстко с ними и очень сильно разговаривать, чтобы как-то что-то на что-то выйти. Получается так, что всех, кого не смотришь в телевизоре, они их переозвучивают в музыке, в песнях, они со мной реально вот начинают говорить или какие-то приколы выставлять. Или там про меня что-то говорить, обсуждать или что-нибудь, ну, в этом роде. Например, вот у меня, например, в этой игре много прозвищ, вот я серенький, серый, там по фамилии меня называют. Или там называли меня чудо-быком, короче. Чудо-бык, там этот, тот, потом Хабиб. Ну, не знаю, почему я Хабиб, я, кстати, русский, ну, просто может что-то с бородой, меня называли Хабибом они. И они со мной играют либо хорошо, как бы в шутку так нормально играют. А, почему играют? Потому что они думают, что, ну, мне так говорят, мне так внушают, или говорят, что я создатель какой-то игры. Ну, игра мирового масштаба, ну, мирового, не всего мира земного шара, а мирового масштаба в том плане ихнего мира. То есть мира, как в войне называют свои псиопные мир, миром, вот этот мир я, как бы, создал для них игру. Ну, когда я говорю, что я не создавал никакую игру, и в том числе не для них, они мне говорят, мы привыкли думать, что ты создал игру для нас. И что происходит? Создал эту игру, и получается, что вот они сейчас уже на протяжении, ну, не 16, 16, у меня больше так с ума сойти, какие непонятные там странные псиопы. Наверное, больше 17 по 19 год, со мной вот они играют в эту игру. И то есть, есть в этой игре преимущества, как я понял, если это правда, я потом тоже озвучу, почему преимущества. И, значит, играют они со мной на полную катушку. Вот только включаешь телевизор, сразу же начинается переозвучка. То есть, у них синтезаторы эти голоса стоят, и, как я понял, и как я знаю, и как они мне сами говорят, это у них, я сразу думал, ну, как это у меня, может, через спутники как-то там пробивают. Я же не разбирался раньше, как это все делается. Они мне рассказали. Это, говорит, обычный компьютер просто с программой, и как-то он связан с интернетом у них. То есть, это не эти, как это говорится, вот эта пушка, которая направляет на человека, и там воздействует, типа. Нет, это все другое. И они бьют, то есть, где бы я ни был, на каком расстоянии, я могу быть в Беларуси, я могу быть в России, там они меня... То есть, все равно это все случается. Я могу быть на даче, и все равно это все случается. Все это происходит. И, значит, вот только включаешь телевизор, они начинают с тобой разговаривать. Но их невозможно заткнуть. То есть, что бы ты им ни говорил, там помолчать, заткнуться, сильно им говорить, они все равно продолжают свое. Они все равно с тобой разговаривают, не применяя, кстати, никогда матерные слова. То есть, они разговаривают по какой-то такой меру культурной системе. Их любимое слово на любое действие, если я им что-то скажу, например, плохое, например, про них или что-то другое. Это вот их любимое слово догадливое. Вот так они мне все говорят. Ты серый догадливый. Значит, а, ну вот еще в камеру видите, тут немножко я облысел. Я вот до момента 16-го года у меня волосы были очень густые, очень такие, ну, упругие. А сейчас я вот, как видно, немножко тут лысее уже. Ну, сейчас уже не лысее, но вообще лысел. Короче, может это от этого облучения. Они на определенной частоте, и почему я их слышу, например, а другой человек не может слышать, это я тоже у них узнавал. Они говорят, ты на нашей волне. То есть, на их частоте, вот я, вот у меня кто родственники, они эту ерунду не могут слышать. И я хотел девушке там, она мне, кстати, рассказала, я до 2018 года не знал, как они называются и кто они. И она мне сказала, что это психоператор. И она нашла мне группу ВКонтакте и показала. Ну, я, конечно, стал узнавать, начал в Ютубе лазить и все это просек. Потому что, и вот таким образом получается, что сейчас они мне, кстати, я понимаю, что я говорю и ничего не помню. То есть, я расскажу в дальнейшем, что буду помнить, как это все работает в организме, как это действует на голову. Это будет, может, кому-то полезно или интересно. Значит, ладно, сбился с мысли, они сбивают меня. Кстати, вот сейчас у меня все в левом ухе какой-то, говорят, что они там, ну, себя называют по прозвищу. А, кстати, говорят, поделали голоса знакомых, друзей. Вот реально голос вот говорит один в один. И я сразу думал, бляха, я уже хотел идти и там разобраться по-своему с ними, да. Я поздорил с соседями, там почти подрался. Потому что я думал, что все-таки я не понимал, что, а, люди, которые говорят вокруг, где бы я ни был, их тоже переозвучивают. Даже моих родственников их тоже переозвучивают. Это очень тяжело. Но они переозвучивают как бы сквозь слова, получается. Сквозь слова. Не то, что там каждое слово, а сквозь слова переозвучивают. Поэтому как бы легко определяется, когда человек говорит, а когда говорит уже псих, психоператор. Получается, что, получается, что вот так вот не переозвучивают всех, кто вокруг тебя. Всех, кто в телевизоре. Всех, кто, когда ты слушаешь музыку. И самое интересное, ты с ними спокойно говоришь. Либо вслух, либо про себя. Ну вот, когда ты говоришь с ними про себя, они себя прекрасно слышат. То есть, твои мысли полностью считываются. Каждое твое действие, каждое твое моргание, когда у тебя за мной зачешется рука, когда зачешется тут где-нибудь. Они сразу все это видят и определяют. Сразу же об этом говорят. Например, если как-то, если не так, ну, сильно там переборщил, они мне могут сделать. Или мне о тех подумал. Я расскажу тоже, почему так все происходит. У меня начинается вот здесь, как бы, внутри головы, вот, я чувствовал где-то здесь такое жжение. Они, как бы, жгут. Они называют это палец мозги. Ну, это не так больно, но просто очень неприятно. Либо же сдавливать вот здесь нос со всей силы. То есть, начинается такая боль. Жуткая боль, кстати, неприятная. И она отек. Кажется, что у тебя вот тут здесь все отекает. Это мне делали раньше, более, в 2016 году. Сейчас в этом плане ничего, как бы, нет. А, они мне постоянно говорят, ты можешь быть с нами. Ты, тоже объясню, почему. И говорит, ты должен быть побрит, ты должен быть, там, это. Ну, вот я вес набрал немножко меня, как бы, ну, не то, что вес там сильный, это. Ну, немного меня вот троллят, да. Им надо за что-то всегда зацепиться. И я пытаюсь постоянно у них узнать и спросить нормально. Либо через ящик, либо через музыку, либо через про себя. Это всего, по которому мне по голове он сейчас скажет слово моё, потому что не один. Говорю, за что и почему, да? За что и почему они придумывают разные истории. Говорят, за ту девушку, с которой ты был. То есть, за то, что вы ругались. Но говорят, что она была, я не знаю, можно ли говорить в Ютубе, чтобы не запланили там еще, что она была сукой последней, жуткой, стервой. И вот она, ты был с ней. И я там, было такое, что мы с ней вздорили сильно. То есть, за это, как бы, ну, я начал передуматься. И, как бы, не знаю, что моя голова придумала. То есть, что это все-таки не она. Я уже думал, может, она там как-то как-то там сеть мне или что, как-то их наняла. Но это невозможно. Она была на меня с одного там или там какое-то время. И она не супербогатая, чтобы это делать, да. И я понял, что нет. Это все-таки не... Ну, они все равно, чтобы так мне... А, как они говорят, заговаривают зубы. Заговаривают зубы, чтобы я ничего не понимал. И они умеют делать в голове так. То есть, не знаю, на какую область мозга они воздействуют. Что ты, на самом деле, ты смотришь, но не понимаешь. Вот я вчера начал смотреть, перед тем, как снять это видео, начал смотреть видео в Ютубе про психоператоров. Так что люди рассказывают про них и все такое. А я смотрю, и я просто засыпаю, и отключаюсь. Я смотрю, и я как будто у меня теряется все в голове. Я не могу усвоить то, что они даже говорят мне. Ну, сейчас, пока говорю, только что вот в смысле сбивают, как бы я чувствую. Но я знаю. Не то, что это, как и другие говорят. Да, там, айтам, это, это, псиопит у меня и все такое. Нет. Не все в этом смысле, а то, что воздействует, облучают. Ну, конечно, меня облучают, и жестко бывает облучают. Ну, суть в том, что затирают память, чтобы я потом ничего не вспоминал. И как бы меньше мыслей, и, говорит, ты так, ну, как бы не сходишь с ума из-за этого. Потому что ты не зацикливаешься, тебя не параноид, как бы. А, они, кстати, некоторые смотрят, чтобы я не сходил с ума от этого. Я, кстати, пью некоторые лекарства там свои, чтобы, например, чтобы не войти в какую-то паранойю. Но мне это уже не надо, потому что сейчас у меня более нормальный лад, я надеюсь, так и буду. Я немножко боюсь такие вещи говорить им, потому что они слышат. И раньше было так, что они сразу на меня, то есть мои слабости, давили очень сильно мои слабости. И то, что я говорил, переворачивали против меня. Вот. Это тоже. Тут много прозвища я вам сказал. Все говорят, я вам сказал. Создал игру я вам сказал. Сводили с ума в шестнадцатом году. Говорили гадость. И сказал две девушки в 2000 году про себя. То есть разговор про себя. Что еще у меня есть? Головная боль я вам сказал. Волны. Вот, самая интересная волна. Как человек себя чувствует? То есть, как это сказать? Вот знаете, например, идет дождь. Вот если люди такие, например, интроверт человек. Или же такой немножко склонен к такой сезонной депрессии. Он поймет меня, возможно, если услышит. Вот если в дождь выйти на улицу, ты чувствуешь себя немножечко, вот, ты понимаешь как-то организмом, как-то вот головой своей, что сейчас дождь, такая пасмурность, такая неприязнь. Или зима, ты чувствуешь, что снег. Или перед новогодним ты чувствуешь, что это новогоднее настроение. Вот это вот. Это все они. Это волны у них называется термин. А их, это, кстати, я их так прозвал, и они так до сих пор себя называют наушники. Я их называю наушников. Это вот все. Я почему-то к этому немного не говорю, как другие, да, вы там, у меня психопит, там, я не знаю, что делать. Ну, потому что есть какие-то плюсы в этой игре. Они, во-первых, со мной тоже на бодрой волне. Я еще хочу сказать, они подстраиваются под человеком. Если ты, ну, очень, там, грустный будешь, или, там, это, они, они, они будут давить на это. А со мной они, вот, общаются именно так вот, тоже на таком, на бодрой, на бодрой волне. Ну, я, конечно, я не всегда был таким, я в связи с этим пережил депрессию, у меня больше года было. Но потом я без всяких, там, психологов, психиатров, это все просто собрал силу в кулак и выбил это все из себя. Значит, волны, это самое интересное. Если я не сидел в херовую волну, терпеть это бляха невозможно. Тебе кажется, что ты, бля, как-то, ой, простите, матом, как-то в какой-то другой, такой внешней атмосфере находишься. То есть, плохо себя чувствуешь сразу, слабость, усталость. А могу сделать волну, например, из детства. Вот ты, например, вспомнил какое-то воспоминание, например, что было в детстве. Вот я, например, в детстве, там, мне подарили велосипед, там, 7 лет, я на нем катался. Вот я вспоминаю, вспомнил этот момент. И они сразу переключают, то есть, и я испытываю эту волну, которая была у меня именно в тот день даже, в ту минуту, когда мне подарили этот велосипед. Я чувствую себя точно так же, как это было, например, вот много-много лет назад. Или там что-то произошло, или что там когда-то лучшие моменты. Вот если все хорошо, вот все нормально поговорил, я чувствую, я чувствую, что волна – это, они такие моменты. Моменты, вот это обычно перед сном, вечером, перед сном, ночью, вечером, когда ты чувствуешь себя вот так вот, в общем, из-за этой волны. Очень такие, как-то сказать, ты чувствуешь на сердце какое-то, знаешь, облегчение, ты чувствуешь в душе такой прилив, ты чувствуешь бодрость. Вот сейчас я на заблокированной волне, кстати, вот тут в голове. Я всегда их прошу, каждый день, кстати, прошу разблокировать. И вот когда это вчера или позавчера, мне удалось, мне разблокировали мозги, и у меня глаза даже по-другому увидели. У меня сразу такой, понимаете, они меня блокируют. Я не вижу, я вижу вот то, что перед глазами, например. Я осознаю, но я не могу как-то заглянуть, чтобы вот эта атмосфера, вот эта жизнь, атмосфера, атмосфера происходящего дня, я ее не чувствую. То есть у меня отключено полностью заблокировано это ощущение. Это примерно вот где-то левое полушарие, насколько я понимаю. Потому что они мне говорили, заблокировали правое, ты через два дня превратишься в мумию. Было и такое. Такое, значит, и почему-то, я не знаю, стоит ли это говорить или не стоит, они уже вот на протяжении больше года, не больше года, наверное, но не помню, месяцах там, они мне говорят, что я у них главный. То есть, ну главный я, ни в коем случае упаси Господь, чтобы быть главным, но они вот почему-то выбрали меня главным. И главное я говорю, они говорят у них, а у кого у них, они не говорят, но они говорят, что я главный у них. Хотя я страдаю от этого. Когда мне делают плохую волну, либо начинают вот Женя делать, либо сдают нос, либо там еще что-нибудь, то я чувствую себя, конечно, не суперски. Главный, и говорят, ну так как я создаю, а, ну, говорит, сейчас у тебя, говорит, немного денег, например, да, но денег у меня сейчас на самом деле не супер много, но фишка в том, они говорят, ты создатель этой игры, очнись, как у тебя не может быть денег. И вот они то ли в шутку иногда говорят, то ли реально уже всерьез, чтобы это качнулось. Они говорят, ты создатель этой игры, и ты в конце, по итогам этой игры, скорее всего, станешь этим либо миллионером, либо в российских рублях, российскими миллиардером. Там около 10 миллиардов российских рублей получается, потому что, ну вот я серенький, например, или серый, и там говорят, что я как будто бы сын одной женщины. Но я его знаю немножко, я понимаю, о чем они говорят, то есть это не выдумка их. И по правилам, и по итогам этой игры мне принадлежит, там, в российских миллиардах, даже говорили, что больше 105 миллиардов российских рублей. Просто я не знаю, когда думаешь об этом, мне как-то очень счастливо на душе становится. Программа. Ну, и говорят, что я правлю ихним миром, то есть я главный мир, я правлю миром, поэтому они вот так со мной играют. Они в основном плохо, плохо только вот и воздействуют, и плохо говорят, только топтут, у меня вот, говорит, самое в левом ухе. А, то есть в голове, или там, это не важно, что он в левом ухе, он может перебрынуть правое ухо, он может как-то, он мне показывал, он может сделать, что он говорит, как бы за затылком, то есть это ерунда. Я понял, так, а, животные даже, птицы, птицы, когда вот начинают так щебетать, то через них, через это, они как-то через этот звук просвечивают слова. В общем, ну, если все сбудется, и я все-таки дождусь этого конца финала, если эта игра на самом деле существует, если это все правда, если все-таки каким-то образом я стану миллионером или миллиардером, потому что я смотрел, женщина в ютубе что-то рассказывала, у них там финансы по 270 миллиардов долларов, то, конечно, это круто. Ну, и вот говорят, а, геи, вот, я, они знают, что я очень не люблю геев, и они этим дают, и сейчас они все, когда играют в телевизорах, они все представляются, как будто бы они геи. Ну, и, насколько я знаю, я читал там в Яндексе, в интернете, что, то есть, все психоператоры почему берут в основном геями, потому что они меньше, как бы, восприимчивы там какой-то, именно, к этой всей ерунде. И они все прикидываются геями, и я с ними как будто бы сражаюсь, то есть, в этой игре, то есть, у нас идет схватка, и мне это, если честно, очень нравится, это главная проблема, говорит, почему, я говорю, почему здесь так честно, говорит, ну, ты же нас не любишь, я говорю, а как я могу любить, если я, говорит, мужчины, они тоже играли, играли в любовь, кстати, они не знают, кто за кадром их озвучивает, то есть, они, у них, ну, вот эти программы, синтезаторы голоса, они могут поделать любой голос, потому что я сразу думал, я же сразу, когда началось это все, я думал, что со мной оригинальные разговаривают люди, то есть, все, кто там, например, в ютубе, это, ну, это все, бляд, потому что я включил свое видео, и он начал со мной говорить, и потом говорю, бляд, ну, типа, говорю, это мое видео, это я его снимал, а он мне говорит, что, типа, я не знал, что это ты, или я говорю, что создатели игры, говорят, они даже говорят, прости, я не знал, что это ты, а по телевизору, когда я смотрел, я не помню, я помню, кого смотрел, но не буду озвучить, потому что, мало ли, не хочу об этом говорить, они говорили, что я некоторых даже доводил псиопов до слез, то есть, я бежал их до такой степени, то есть, как-то справлялся с ними, не получалось, а почему, не почему, а голос в голове у меня этот, который сейчас я тоже не первый, был очень хороший, все, мы, я когда себе хотел кроссовки купить, я смотрел в маркете, он со мной выбирал, он мне подсказывал, какие лучше, там, какие лучше, хуже, там, или что-нибудь еще, он улыбался, он таким был, привет ли, честно, и вот, я человек, сейчас одиночка, но я с девушкой расстался, и мне с ним было весело, ну, то есть, он был очень интересным, он был приятным псиопом, у него такая, он чувствуется, что он был добрым, вот эти, которые у меня сейчас, это полнейшая гнида, которая у меня в голове, с которым никак не договориться, ничего, я не понимаю даже, почему он так себя ведет, и, ну, говорили еще все оба, что, как бы, я не знаю, тоже стоит это говорить, не стоит, ну, что в планах любви я могу с ними побыть, то есть, ну, это девушки, вот, которые озвучивают, сейчас говорят, что их не люблю, потому что, ну, как бы, за три года мне все это очень приело, все это очень надоело, я хочу, я мечтаю просто даже об одном, я их прошу просто, вот, некоторые мечты, там, просто сделать с ним нормальную волну, разблокировать все-таки голову, чтобы она была полноценно моей головой, которой она была, там, в детстве, до псиоп, до, там, армии, до университета, до встречи с девушкой или с девушкой, я хочу, чтобы у меня вернулся нормальное все-таки состояние мое, то есть, это никак не отражается, но чувствуешь, просто чувствуешь себя так, понимаете, вот, знаете, ты с кем-то поругался, тебе паскудно так, тебе там больно, может быть, или тебе там злость какая-то берет на это, но, ну, вот это что-то вроде этого, ну, и все-таки, да, я надеюсь, они меня боят, есть категория псиопов, которая меня боится, потому что я, как бы, у них главный, и я не один, то есть, они, они боятся людей, которые со мной, наверное, смотрят, я просто не хочу всем сказать, чтобы не боялись, они, тоже слышал в интернете, один человек говорил, ну, не просто, как я вот, оказывающий, он рассказывал, как такой, как документалка, ну, такая простая документалка, они видят глазами, они считают мысли, они знают, куда я смотрю, они знают все, то есть, даже я ставил дизлайки в ютубе, и они знали это, они говорили, о, мы не знали, кто такой серзаха, типа, вот, это, казался я, и они говорят, ну, ладно, и они так прикалываются, либо это правда, что мой дизлайк для них стоит 100 долларов, и когда я говорю, что мой дизлайк стоит для 100 долларов, они сразу говорят, о, а, это, типа, это серенький, короче, в такую игру мы играем, я не знаю, стоило это рассказывать, не стоило, но вот эти фишки вы должны знать, что телевизор, а, видят, очистили, потому что, когда я стою в трусах, они знают, что я в трусах, а когда я вчера на кухне подошел к окну, они тоже сказали, что я, это, труса, там, засмеялась, которая пела, они смеются некоторые, некоторые грустят, но никогда не злятся, кстати, никогда не злятся, нет, злятся, но, как бы, не те немножко, я не буду про это рассказывать, не те немножко, которая, говорят, именно, вот, со мной, когда я что-то включаю или что-то вот делал, ну, я сейчас на ужине страдал ни хера себе, на самом деле, ну, вот такие вот дела, ну, не наушник, а психоператоры, я их так прозвал, мне так проще говорить, или, чем психоператор, я их прозвал наушниками, ну, в общем, я у них главный, не знаю, ну, не у психоператора, я даже не знаю, у кого главный, может у людей обычно, там, или что-то еще, была вздорка такая как бы та девушка с которой вот это поле девушка с возвращался в 2016 году то есть нами сейчас как будто в этой игре очень не любит другая вот кричала что ну по меня по фамилии называла и говорила что я самый главный то есть это ты типа а потом даже это сказалось не там мужчина говорил он тоже говорит ну я типа знаю что он типа у них самый главный все такое но я никак не связаны не дай бог с этим связываться с этими психоператорами господи три года уже прошло и я переживал многое правда это сейчас просто на бодрой волне сейчас я не знаю мне радует просто некоторыми словами и мыслями и надеждами в основном это ложь кстати ну почему они меня троллят они меня наоборот оманывают часто потому что я им не верен или ты никому не веришь игре как эти могу верить засты психоператора твоя работа врать и но они говорят а потом если что они говорят зря ты нам не верил например таким голосом что кому-то это правда и иногда и все думают что они не всегда делают там вид или что-то это есть я же говорю вот доводил до слез психопах то есть они уже голосом таким начинали разговаривать все таки я думаю что может не все всегда так плохо единственное что у меня вот соседки на пиво даря самое лучше было когда балкон открытых начинают переозвучивать это вообще жесть не знаю что еще сказать к высшему думаю ну надеюсь может кому-то это видео будет полезным кстати а из-за чего это все произошло я немножко догадываюсь не буду озвучивать почему меня вот так всего бы я когда-то где-то что-то написал но и таким образом я написал очень много и с таким большим большими там фишками фишками изюминками и таким образом вот эта игра как бы и создалась для них на сейчас уже говорю для них хотя я всегда с не спорю что для них не создавал потому что я очень несчестно не люблю как бы о них не говорил просто что вот такой вот момент то есть я надеюсь что все-таки наступит день когда я проснусь мне не будет его здесь и и там или я не знаю кто там синтезирует голос а смена я не спрашивал у них говорят по 8 часов смены ну мне кажется что и часа по четыре потому что они боятся что их посажу кстати я всегда пугаю что их на 15 лет упрят за решетку но потому что как как это сказать но законов я так еще особо не видел да потому что именно что касается вот психотеррор там все узнали вот это все замалчивается это неспроста это все замалчивается но фишка в том что как бы если терроризм это кого психотерроризм и там карается 10 до 15 лет вот я и говорю что как бы бляхой от 10 до 15 лет у меня получше если это я кстати когда-то был немножко старшиной в органах но это давно было и это неинтересно или честно совершенно не по этой части мне неинтересно ну говорят этот который на уж верю что типа менты и сводят с ума я не хочу портить видео я немножко снимаюсь и стремаюсь это говорить но он мне в наушниках говорит выдаюсь трех раз то тебя сводят с ума все-таки не игре я не так он говорит но я говорю с такими понятными для некоторых словами самый верхний вот кто у нас может быть самый верхний из верхней ними не буду говорить фамилию тоже ну вот так вот получилось можете за той пассанины которая произошла в 2013 году туда не обо мне узнали потому что это называется за кадром вот я сейчас у вас за кадром всего по которой они за они за кадром и у них стоят специально вот эти проги то есть через мой телефон то что к палец камеры вот эти которые в смартфонах это однозначно то есть они они сразу определяют мое лицо и даже когда срывая камера не город вот этот api если ты матрица ну понятно что фонах и ps и мне палят еще через этой ps экран то есть они говорят что облик виден через матрицы и об этом их стать еще догадывался до пси опов может поэтому таким ну и через телек это же какая-то там фигня это происходит потому что они напрямую я не могу понять это как-то через сам колонки именно там напрямую говорят со мной либо же это просто по воздуху их до озвучивают и как они говорили психопера мы добавляем слова ну такой наверно вам еще никто не рассказывал в интернете так что не надо только начинается не дай бог троллить потому что это тема такая немножко болезненная тоже время не люди которые вы с этим не сталкиваются смотрят все видео конечно никогда не поймут это на них это будет неинтересно а люди которые столкнулись с этим должны как бы тоже понимать что я вот ну как они говорят под облучением ну конечно под облучением только не могу понять откуда до сих пор пробивается этот сигнал ну я ну у меня вот вышка стоит например мтс или что там внутри телефонная вышка стоит прямо вот тут или радеек там ну какая-то вышка стоит короче прям вот где дом находится короче сигнал цену это не суть потому что я выезжаю на 60 на 70 километров от города и точно такой же сигнал не слабее не сильнее в этом он со мной говорит он со мной беседует он со мной приколы они со мной прикалываются кстати они прикалывают я сейчас выключат ролик я включить телевизор и они сразу по этому поводу начнут со мной разговаривать и как-то некоторые так нормально ко мне относится или вот я включаю два раза вели три видео он потому говорит это снова ты да в общем такие дела даже не знаю что еще удавались все написал разве все скажу как это за три года все не вспомнишь что тут было каждый день новые какие-то слова каждый зенот сейчас по их словам я играю с ними в игру как бы и и я просто хочу намекнуть может кто-то мне поможет все-таки от них избавиться здесь кто-то посмотрите за эти но в интернете я сказал все разговаривают и даже самые 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 кого не включи и этих и этих они переозвучивают то есть это не очень как бы классно это не очень круто так что надо как-то с этим бороться надо что-то с этим делать за себя правда знал их не обещанки что они сбудутся и что это правда все таки эта игра существует и я как бы даже был готов потерпеть немного ладно все спасибо всем кто смотрит за просмотр это человек обычный я им так и говорю вот я обычный человек я ничем не выдающийся вот что от меня говорю хотите левым выхидан говорит ну или просто так ну понятно ладненько все всем спасибо пока